продолжаем потихонечку вот такие вот у нас вот он пирожочек его надо сделать потом вот еще коцка потом дальше там тоже есть чем заняться так что тут 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 и здесь есть чем позанимать ну вот осталось вот это сделать остальные все куда-то девались и вот тут осталось делать две коцки вот тоже самое ну вот эта штука просит народ тебе показывал чем я делаю вот здесь у нас есть вот вырстье для захода вот прекрасно она и вот здесь приноровившись берем ее делаем я извиняюсь не вижу что я там снимаю я смотрю в лампу и туда где у меня зона ремонт вот и ковыряю этим крючком в донышко ямки ямка немножко противная остренькая продолговатенькая а нам какая разница что делать лишь бы что-нибудь делать да уже я думаю на улице ее заметить будет очень трудно сейчас я доковыряю мельчайшая осталась буду уже доделывать нет возможности у меня и снимать и работать так что сорри ну что же там финиш тут вот мы приступим на кромке на ребре и на углу вот такая у нас красивая красивая в мять глубокенькая вот будем ее сейчас шеветь потихоньку вошел в режим пистолет наклеиваем первую клинточку и попробуем немножко ее обратным молотом подергать посмотрим что получится или получится вот к размеру к вопросу о зазах и всему вроде не билось тут не шевелилось ничего вроде все цена зазоры вон чуть нажимаешь пляшет как и то тут как бы ровные некрасивые везде на других машинах похуже гораздо ну ладно поехали ну что же клей похуй работает сейчас немножечко надо простучать еще это дело усадить но яма уже раза в три с половиной тыре уменьшилась тут практически вот блик а центр там точечка еще сейчас обстукиваем и еще клеем пока идет делать а потом чуть-чуть подправляем через вот этот заход и все чики-кваки все будет хорошо так вот так выглядит теперь уже надо осаживать и чуть-чуть крючок подправить тут совсем мелочь осталась так как бы с ним крупно на самом деле ее еле заметно будет вот такая вот диспозиция вот здесь вот была умятина сейчас еще есть любимый вот такой крючочек острый крючочек острый как мы видим тут крючок очень острый вот такого вот варианта вот как раз им можно дочистить тут немножко скажем так вот как видим немножечко грязновато вот что-то надо поднять это надо забить камера снижит но все равно передает надо немножечко дочистить и все хорошо а в принципе так уже никакой не видно как будто ее и не было все продолжаем нашу работу ну что же теперь у нас все тут ровно есть вот маленьких тут три есть сейчас их надо поправить лампа засвечивает ее надо далеко вот один вот он второй третий ну есть немножко неровности сейчас через вот это вот отверстие вот это уже крючочек коротенький надо подлиннее продолжаем дальше вот сейчас можно снять это место и теперь у нас диспозиция следующая то же самое но тут уже только клей других вариантов я не вижу кроме как клея и тут причем вот мы видим одна мятина и рядом же с ней вторая тут их как бы она сдвое и вот тут и дальше пошло 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 поехало тоже кучами кучами тинь 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 вот есть над чем попытать поклеиться снимать не буду потому что и времени нет и желания и особо тут ничего не поснимаешь так что так что сурри ну примерно так такое здесь вмятинки есть вот макаром на что вмятин ходится будем работать вот так коротенькими эпизодиками снимаем вот они следующие наши вмятины сейчас переставляем лампочку и продолжаем следующий этап ремонта вот так все ровно и красиво удачно выдернулось ну здесь вот пару штук есть одна маленькая всем вмятинка одна такая на ребре практически вот вредная такая вмятина ну что будем делать нам делаться вот такая вот вмятинка надо ее попытаться сделать вот они наши первые клей так сказать ну вот маленькая эта вмятинка осталась она меньше стала а та которая здесь была она практически с первого раза выдернулась тут небольшой остался а с ней вот с этой придется повоевать очень капризно это я уже в этом уверен закончил закончил работу по стойке по крыше вот здесь вот где возможно сделать где не смог как говорится пока что бросил вот при дефектовке двери наткнулся вот вот вмятина прям рубец дальше вмятинка ну и так далее тут есть пару таких противных пробуем их сейчас без разборки двери попытаюсь опустив стекла начать и повыдавить ну и опять же если получится вот ну что же я вот чуть прочел сейчас попробую поковырять острым крючком думаю что получится просто я не знаю в этих дверях я еще не лазил бывает там двойной металл иногда бывает вот до сюда двойной так что как в этот раз сейчас мы увидим ну вот приколюха так и есть тут двойное и усилитель тут рядом есть придется делать только клеем вот никакие крючки не лезут вот тебе пожал так по чуть-чуть дергаю но не успешно я говорю жалко то что получается что не долезть крючком на усилитель в этом месте очень жаль теперь будем дергаться дальше клеем еле заметно осталось вот камера хорошо даже то чего как говорится не видно нравится вот так две камеры прицепить их работать можно вот допустим увеличить вмятинку вот как она хорошо видна на самом деле практически этого не видно чуть-чуть вот так раз разворот и то сливается ну еще чуть-чуть надо клеиться достучаться даже такую мелочевку вот еще раз выдернул на этот раз как бы это умеет на хорошо еще хочу прогладить простучать в принципе я думаю все получится не видно ничего ну что же вот вот у нас это которое я еще не делал там чуть-чуть что-то такое непонятное отлично получилось на самом деле вот здесь это место было все очень даже хорошо получилось но камера безбос не жит но тем кто соображает кто понимает вот вот это место было и тут все ровно и красиво поехали дальше вот вторая наша вмятинка тоже я ее поклеил уже она поменьше стала но я думаю тут особо 200 раз вот эту камеру включать выключать смысла нет я ее тоже доделаю и пойду дальше разбивается вот таким молоточком потихоньку вот плавненько и потом вот такими вот грибочками вот китайозовскими все дело ничего тут сложного нету и страшного ничего вот и а и Продолжение следует...